Здарова! Пока вы спали, Габен выкатил новый крупный патч, а именно 7.35. Это обновление знаковое по нескольким причинам. Во-первых, предыдущий патч вышел всего 3 недели назад, что впервые, наверное, за всю историю Доты, что обновление выходит так часто. А во-вторых, Дота в очередной раз потеряла некоторые предметы и получила новые. Короче, ладно, не буду долго тянуть, сейчас я расскажу о самых главных изменениях последнего обновления, какие предметы добавили, для чего они нужны, какие героев изменили, а главное, как. Ну и да, пока ты сидишь, подпишись на канал, пожалуйста, скоро Новый год, и так хочется увидеть 50 тысяч подписчиков, ну а за мной не заржавеет, ведь среди подписчиков моего канала я буду разыгрывать Аркану, 3 месяца подписки на Дота Плюс и... А вот что третье ты узнаешь в Телеграм-канале, так что туда тоже подпишись, ссылка будет под роликом. Но не одни, кстати, валвы подготовились к грядущему Новому году. Ребята из Epic Loot тоже постарались и выпустили всем давно полюбившийся режим Treasure Hunter. Нужно помочь старому адмиралу добраться до сундука за 4 хп и не подрываться на мине. И да, сделанные тобой шаги сохраняются, за которые ты можешь получить мега сундук с мега наградой. Ну и как же я мог забыть про боевой пропуск, который угадаешь что? Правильно, тоже абсолютно бесплатный. Ну-ка, чё тут лежит? Опа, Аркана за 15 уровень. А это чё? ДК-хук. Господи, держите мои тапки, пока я не заложил всё в ломбард. В общем, я пойду крутки крутить АТПК, переходи по ссылке под роликом, где я, кстати, оставил свой промокод на 15% к балансу и бесплатный хп в новой мини-игре. Начнём с предметов. Нейтралки. Удалили Quicking Charm и Спел Призму. Теперь на КД спелов остался только Октарин. Но зато вернули имба-предмет, магическую лампу. Саппорты просто физически теперь не смогут умереть в лейте, не нажав ни одной кнопки. Safety Bubble. Это вообще нереальная имба-предмет и пойдёт на любого персонажа, как на лесника, так и на пятёрку. Просто бесконечное хп. Получили по лицу, отошли в лес, подождали 5 секунд и восстановились. Light Collector. Разрабы что-то курнули, добавляя его в доты, если честно. Предмет является лампой, которая уничтожает деревья. Шмотка сама по себе вроде как юзабельная, так как даёт 10% к скорости при движении и плюс 6 манорегена ночью. Если рядом нет деревьев, конечно. Ставлю 6 из 10. Хотя, вот если так задуматься, для чего вообще может понадобиться подобная активка, не совсем понятно. Потому что единственным героем, который сильно может пострадать от этого предмета, можно назвать Тронта. Итого занерфили. Но об этом чуть позже. Whisper of the Dread. Новая имба, которую захочет каждый мидер себе на 17-й минуте. Она даёт как килл потенциал, так и разгон по фарму. Эта шмотка по факту плюская, ну то есть 2000 нотворца. На самом деле, играя на какой-нибудь линии, шторме, квапе, да и любом магическом герое, баф от подобного спелл амплификейшн будет сильно ощутим. И скорее всего, получая новые нейтралки, вы вряд ли захотите их вообще менять. Следующее, дублон. Шмотка создана для мага, в котором не хватает хп. Не будет никогда ситуации, когда она пригодится, чтобы конвертировать хп в ману. У тебя на любом герое, как правило, есть всегда мана для файтов, и если её не хватает, ты просто купишь себе либо арканы, играя на сапе или мидере, или же какой-нибудь фалкон блейд, как это делают на условном вивере. Nemezus Curge. Самая имбовая новодобавленная нейтралка. Она будет браться в 100% случаев на любых героев, которые фокусят соло цель. Да и не только. Она даёт разгон по фарму, килл потенциал и не имеет вообще минусов. За исключением каких-то 8% урона по себе, что не идёт ни в какое сравнение с 12% урона для союзников и тебя. Старый добрый Крэгги Коут. Раньше этот предмет давал достаточно приятный баф армора, но при этом значительно срезал твою скорость атаки, поэтому ты не сильно хотел брать этот предмет, играя на каком-нибудь кере. Однако сейчас предмет прожимается и даёт плюс армор, но минус скорость бега, что не так уж критично. Например, купив какие-нибудь апнутые драмы, ты можешь нивелировать подобный недостаток и чувствовать себя более чем в порядке. В целом, предмет очень крутой и его можно брать на любого персонажа, если вам не достаёт армора в файте или вы хотите ещё больше уплотниться. Ancient Guardian. Видимо, Valve уже сами устали от 60-минутных игр и решили сделать так, чтобы игры были по 90 минут. Шмотка чисто для Дефатрона. Ставлю дизлайк 3 из 10. Надеюсь, её либо очень сильно занерфят, либо вообще удалят в ближайшее время, как это было с Томов Аганим. Avian's Phaser. Она даёт 25% уклонения. Если простыми словами, то это каждая четвёртая тычка, а также 30 скорости бега, что является очень хорошим бафом. Этой нейтралкой мы заставляем вражеских коров покупать МКБ, а также она даёт эскейп из файтов. Работает как Джейнтс Ринг или ульта Драгон Найта. Redly Cage. На первый взгляд шмотка сильная и будет отражать много урона без кулдауна, но на самом деле это совсем не так. На 37-й минуте все противники будут иметь много армора и отражать мы будем не 125 физического урона, а всего лишь 50-70. Да, и условный ПЛ скушает весь этот урон иллюзиями, ведь снаряды выпускаются в ближайший таргет, независимая иллюзия это или мейн-герой. У нас есть две другие вещи, Clock of Flames 3-го разряда, а также Крэгги Коут, которая при нажатии даст ещё больше армора. Ни выживаемости, ни урона она не даёт. Тоже так себе предмет, 3 из 10. Unbearing Condition. Целых 95% сопротивления магии, но 1500 хп. Как валвы вообще додумались до шмотки, которую никогда никто не возьмёт, я понятия не имею. В доте нет игр, в которых вся команда противников состоит исключительно из 5 магов, а 1500 хп на 60-й минуте это супер мало, и любой керри просто посмеётся, увидев фрикил. Давайте поговорим про новые предметы. Канда, Канада, Ханда. Собирается из Филактерии, Кристаллиса и Рецепта. Даёт 50 урона, 200 хп, 200 мана и 8 атрибутов. Предмет будет собираться на таких героев, как Снайпер, Омник, Баунти Хантер, наверное Абадон, и создан конкретно для них и очень сильно усиливает их способности. На примере Снайпера можно сказать, что это практически идеальный предмет. Он разгоняет ваш фарм-потенциал, ибо вы покупаете себе криты, а затем и ваш файт-потенциал. Ультимейт вместе с этим предметом сносит какое-то колоссальное количество здоровья. Мы с моими друзьями уже потестили эти предметы, я взял Омника в мид, он взял Снайпера, и мы буквально за две кнопки убивали любого персонажа на карте, из-за чего закономерно и победили. Игра проходила, кстати, где-то на 6000 хавраги. Парашма. Или Паразма, или Пар... Короче, вот первый вариант на самом деле самый лаконичный для этого предмета, потому что ее даже рассматривать особо нет смысла. Предмет это просто улучшенная версия Вичблейда за 2800 голды. Эти деньги мы по большому счету можем потратить на такой мубовый предмет в новом патче как Солар Крест, но давайте о нем поговорим чуть позже. Суть Паразмы в том, что она не дает ничего концептуально нового. Допустим, если мы рассматриваем брошку в том виде, в котором она была в предыдущем патче, то предмет давал уникальный спелл, а именно магический урон стычек, которые были невероятно полезны против физовых керри. Точнее, керри с огромным количеством армора. Паразма же не дает какого-то существенного бафа, который нам нужен. Предмет, очевидно, покупается на редкликеров, но при этом уменьшает магическое сопротивление цели. В голову приходят такие герои, как Шторм или Зевс через руку. Но Зевса через руку вы увидите разве что на 2000 ммр, и то это скорее всего будет бустер. Никто с серьезным лицом не будет тестить подобные билды. Но ладно, давайте все-таки перейдем к Солар Кресту, ибо предмет сейчас является самой настоящей имбой и будет появляться буквально в каждом паблике. Теперь он не юзается на противников, но нам это и не нужно. Ведь мы получаем предмет, который дает скорость бега, скорость атаки, броню, а также щит в целых 400 единиц. Его можно юзать как на союзников, так и на себя, разгоняя себя в файтах или сейве самого себя. Можно покупать чуть ли не на всех персонажей от пятерки до тройки. Хотя вот честно, я даже задумываюсь о Солар Кресте первым предметом на Сларка. Почему? Потому что Сларку не хватает здоровья. Это герой с самыми худшими, наверное, приростами вообще в игре. И вот он получает хитпоинты. У Сларка есть большие проблемы с атак спидом, ведь без стаков, ну, вы буквально не бьете и ваш урон напрямую зависит от скорости атаки. 70 атак спида это очень много. При этом важно понимать, что условный МОМ дает плюс-минус только же. Та, чуть больше, но все-таки. Но при этом, прожимая МОМ, вы получаете определенные штрафы. А именно Сайленс, который критичен для Сларка. И, конечно же, порезанную броню. В случае с Солар Крестом таких минусов нет. И более того, вы получаете еще и дополнительный мув спид при прожатии этого предмета, что, опять же, для Сларка полезно. Не буду настаивать на подобном билде, просто как вам наподумать, скажем так. В любом случае, предмет невероятная имба. И на тройке, четверке, пятерке можно покупать в нескольких экземплярах, и это будет полезно. Если вдарится в математику, то Солар Крест при прожатии увеличивает натвор с отдельного персонажа на 5000. Это 200 хп, что равноценно двум Огр Аксам, это 70 атак спида, что является по факту половиной муншарда, это 15% мув спида и 7 армора, что практически эквивалентно плейтмейлу. Там даже, наверное, больше 5000 выйдет. В любом случае, еще раз, предмет невероятная имба. Ладно, едем дальше. Арканы. Вроде как не претерпели прям сильного изменения, но теперь не повышают монопул, а дают реген маны, что тоже вроде неплохо, а вроде непонятно, как это скажется на геймплей саппортов. Что могу сказать точно, их будет покупать гораздо проще, ибо собираются они из базилки, и Сейдж Маска достаточно часто может появляться в условном стартовом закупе на таких героев, как, например, Вич Доктор. Дивайн Рапира. Теперь будет собираться намного чаще, ведь претерпела маленькое, но очень важное изменение. Теперь она дает плюс 25% магического урона. Прибавка к магическому урону складывается при покупке двух, трех, а то и более Рапир. Можно будет ваншотать противников на условном Зевсе. Эзериал Блейд. Новый рай для всех магов, ведь места для линзы не было, и хотелось купить Эзериал. Наконец-то линзу можно апнуть, и при этом получить все те же бафы, которые Эзериал давал, когда покупался из Кая. Хелм оф Оверлорд. Ну, честно, убили предмет совсем. И так покупался только на одного Люкана, ну, может быть, иногда на Бесмастера. А теперь и Люкан пикаться не будет, и предмет покупаться тоже. Для сборки больше не требуется Владмерс, из-за этого сильно упал урон у предмета. Помимо этого, для сборки требуется Ультимейтор, который стоит сейчас вообще каких-то колоссальных денег, а именно 2800 голды. Если в случае с Владмерсом вы могли потратить первые же 450 копеек на условные Блейдс, то сейчас такое не проканает. Придется копить огромную сумму, что очень неудобно. Но зато вернули в игру молнии. Они снова начали давать скорость атаки в своем первоначальном виде. Ведь собираются теперь из перчатки, которая и поможет нам фармить те самые молнии. Короче, шмотка претерпела небольшое, но очень важное изменение, которое позволит брать ее чаще. Медалька... Рип. Или не совсем. Подожди, а она нажимается? Да, она работает. А что ты... А как ты ее купил? Подожди. Я просто собирал Вичблейд, у меня был Блейдстоун, и я случайно купил медальку. Ну, видишь, как типа Вичблейд собирается, и у меня Блейдстоун был. Короче, не знаю, но в игре после патча мой тиммейт каким-то образом умудрился ее купить, и, честно говоря, даже не до конца понял как. Метеор претерпел много изменений, из которых можно выделить общую стоимость 3300 голды, что очень много для такого предмета. 10% спелл амплификейшена, вампиризм заклинаний и 70% восстановления маны. Непонятно, чего вы хотели увидеть от этого предмета, и на кого будем, наверное, тестить или не будем. Прикол Метеора был в том, что он покупался из колец очень удобных, достаточно дешевых, короны и относительно дешевого рецепта. В общем, его можно было зарашить на оффлейнера и пойти открывать тавера. Сейчас ты так не сделаешь, ты не хочешь покупать каю на каждого героя, и тем более на оффлейнеров. Поэтому вряд ли мы в ближайшее время увидим этот предмет. Orb of Corrosion. Вернули в игру и сделали играбельным даже в мидгейме. Теперь он режет весь входящий хил на 20%, что очень сильно вместе с урной. Брошка. Новая имба, которая будет покупаться почти в каждой игре. Предмет сделали переключаемым, и теперь у него нет кулдауна на 16 секунд. Теперь мы можем давать тычки с брошки, когда хотим всего лишь за 75 маны. Ставлю такому изменению 9 из 10. Ну, а теперь поговорим про персонажей. Вы, скорее всего, ждали, что валвы понерфили Луну и Слардара. Но нет. Луну буквально не тронули, а Слардар просто потерял немного радиуса стана. Думаю, по крайней мере, первое время их продолжат пикать. Грим и Пугна тоже не получили вменяемых нерфов. Так что игроки на пост 5 продолжают испамить героев и апать ПТСы. А вот кого понерфили, так это Спектру. Герой теперь не может сжать 2 даггера. Порезали рейндж дисперсии, из-за чего она будет заметнее и меньше наносить урона в драке. Да и стадия лайнинга за счет хапперигена станет куда труднее. Туда же отправился и Братрум. Бульдоуз дает меньше скорости передвижения, а значит так свободно качаться на героя не получится. Да и урона в принципе в драках станет значительно меньше. Врескинг. Он получил увеличение кд на ульта, что критично. 2 минуты реинкарнации это слишком долго. Да и Аганим теперь снижает перезарядку не на 30, а всего на 15 секунд. То есть получается, что сейчас даже с Аганимом у вас будет кд больше, чем без него до патча. Ну и как вишенка на торте из говна для Врескинга. Сильный нерв скелетов. Их станет в разы меньше, как и самих Врескингов в пабликах. И фарм потенциал у героя. Ну и Тинкер. Бедолага потеряла 6% винрейта за время написания сценария. Это колоссальный показатель. Сильно уменьшили дальность ракет, рейндж каста лазера. Попытались компенсировать конечно мэджик резистом от реарма и рутами шарда. Но все равно, это не совсем то, что нужно. Ну и слава богу. Но кого же апнули? Да, на самом деле почти всех. Каждый герой в этом обновлении получил те или иные усиления. Но давайте пройдемся по основным. Абадон теперь наносит периодический урон своей пассивкой. С талантом 15 уровня 140 единиц в секунду. Дамедж работает на тавера. И всего 2 иллюзии с манты съедают половину тавера. Это очень много. В условиях бесконечных глифов такой чар будет ну очень полезен. Следующий небольшой баф получил Бэтрайдер. Да, героя все недолюбливают. И он закономерно выпал из меты на достаточно долгий срок. Однако кулдаун ульта в 60 секунд в прошлых апдейтах и уменьшенный кулдаун на Firefly в купе с увеличенным замедлением с банки, думаю, приведут к тому, что мидеры все-таки будут покупать стики гораздо чаще на онлайн. Баунти Хантер. И так был достаточно сильным в прошлом патче. Но сейчас с новым Соларом и талантом на 15 левеле, который дает дополнительное золото с треков, пикать его станут куда чаще. Ну или нет. Мне без разницы. Лично я продолжу его обузить. Самым, наверное, нездоровым героем в плане апа стал Чен. Ему переработали пассивку, которая теперь на первом уровне при поражатии, вдумайтесь, дает 12 армора. На последнем левеле показатель увеличивается в два раза. А теперь давайте-ка представим ситуацию, где Чен жмет третий Солар и вешает армор от Огры Синего. Плюс 36 армора, как с куста. Еще одним героем, который достоин внимания, Эмбер. Плюс одна цель для связывания, что будет сильно заметна в ситуациях, где вы, например, жмете топ-аут из пачки крипов. Увеличенный урон свистов, главного оружия спирита, ну и радиус щита. Пускай и не стал прям сильно больше, но все-таки приятный баф получил. Сильно переработали Омника. Пока непонятно, бафнули его или понерфили, но судя по тому, что он получил уже процент винрейта, скорее всего баф. Ульт теперь жмется на соло-таргет и имеет два заряда с весьма низким кулдауном. Вкупе с тем, что добавили апнутую филактерию, я думаю, героя можно будет начать пробовать. Под ультимейт можно будет давить под вышки и при этом не бояться, что следующий ульт вы нажмете уже, к сожалению, в некст игре. Ну и последним героем, на которого я бы посоветовал обратить внимание, это Вичдоктор. Герой и так был невероятно силен, но сейчас он стал совсем имбалансным. Если раньше ты переживал стадию лайнинга и потом уже играл от своего ультимейта и касок, то сейчас ты контестишь любую линию. 20 хапоригена сварда на первом уровне, это что-то на нездоровом. Думаю, проиграть линию с Вичдоктором на лайне что-то на невозможном. И если вы все-таки умудритесь это сделать, это печальный звоночек. Ну и уже стартанул Куал-Лумпур, где прошники будут показывать нам новую мету и где-то подтвердят мои догадки, а где-то может опровергнуть. В любом случае, во всей этой век-канале и проигроки нам явно дадут разобраться. Ну а если ты хочешь не просто смотреть их матчи, но еще и заработать, то присоединяйся к моему бесплатному телеграм-каналу, где мы с Дарксару предоставляем качественные прогнозы на исходы матчей. Для того, чтобы вступить, просто напиши свою страну в ЛС Паблика ВКонтакте, ссылку на которую я оставил в описании. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца, и если он тебе понравился, то не поленись, подпишись на канал и оставь свой царский коммент. Надолго с тобой не прощаюсь, еще услышимся. Пока!